В апреле этого года с Виктором Грисеевичем и тема того выступления, она в общем-то тоже касалась глобализации. Здесь сегодня очень интересный момент будет обозначен, и конечно слайды, они просто были необходимы, поэтому эта задержка оправдает себя. Добрый вечер, во-первых, и хочу всех с приближающимся Новым годом поздравить год такой, может быть необычный, будем надеяться, что он будет благополучным для нашей страны. Я вот назвал свое выступление «Индикаторы курса глобализации», ну и подготовил презентацию, поэтому можно будет потом эту презентацию здесь в штабе иметь, и детали, кого будет интересовать, можно найти потом с презентацией. Ну я начну с того, что совсем недавно, я тогда попрошу слайды переключать, да, значит, слайды тогда переключайте, пожалуйста. Вот 16-17 ноября, пожалуйста, следующий слайд. Нажимаешь, что не идешь. Да-да-да, нет, другую к нам шла. Лежу, я, внизу, внизу, внизу. 16-17 ноября в Пекине состоялась конференция «Марксизм в меняющемся мире», и были представлены там практически все такие ведущие страны, Соединенные Штаты, Канада, Турция была, так сказать, Япония и так далее. И два доклада на пленарном заседании были с нашей стороны. Я выступал, и выступал Зазновин Владимир Михайлович. Вот, и немножко для нас было, конечно, может быть, несколько необычно, хотя и в нашей стране тоже, вы знаете, марксизм до сих пор еще на знаменах, там, так сказать, некоторых наших партий. Вот, хотя, казалось бы, уже многое ясно. И я не буду здесь детали рассказывать, выступления наши, они где-то там представлены в информационном поле. Но кратко хочу сказать то, о чем я говорил по марксизму. Дело в том, что почему Маркс до сих пор почитается, и почему там, так сказать, памятник ему перед входом в Смольный стоит и в любых других местах. Потому что Маркс, в общем-то, решал такую главную задачу, задачу сокрытия роли кредитно-финансовой системы, содержащей судный процент, в качестве инструмента управления. То есть у Маркса вот это все осталось за кадром. Проблема глобальная человечества в чем состоит? Что есть реальный сектор производства и есть финансовый сектор, где деньги создаются сами по себе. Как, помните, Аристотель говорил, что есть деньги, у которых родители труд, а есть деньги, у которых родители сами деньги. Так вот, когда деньги, сами создают деньги, причем в неограниченных количествах, то тогда тот, кто эти деньги формирует, он приходит и забирает все в реальном секторе производства. Вот в чем состоит основное противоречие эпохи. А Маркс подменил это. Он сказал, что основное противоречие – это противоречие между наемным работником и собственником. Но вы понимаете, что между наемным работником и собственником как раз никаких антагонистических противоречий нет. Напротив, они сидят в одной лодке. Если наемных работников нет, значит, собственник остается без прибыли. И наоборот, если собственник разорился, то наемный работник остается без работы. Поэтому тот факт, что и наемный работник, и собственник ровно вместе угнетаются кредитно-финансовой системой через судный процент, Маркс это закамуфлировал. И, собственно, вот поэтому именно его теория вечно жива, потому что пока еще, видите, курс глобализации таков, что доминирует в информационном поле заказ банковской кредитно-финансовой системы и расставщичества, по сути. Любопытное, может быть, было выступление, ну вот на следующем слайде там представлен весь, пожалуйста, следующий слайд, не ту кнопочку нажимаете. Ну вот представлено руководство там и представители многих стран и руководство Академии общественных наук Китая. И любопытное для меня, например, было выступление японского специалиста. Я, к сожалению, не удалось мне получить его презентацию, хотя он мне обещал. Но он очень такие яркие, наглядные картинки давал. Он приводил прямо в процентах по некоторым работам Маркса, из каких газет это скомпоновано. То есть, в действительности, основополагающее такое учение, но он показал, что, скажем, в этой работе 50% из газеты «Нью-Йорк Таймс», 20% еще просто компоновка неких текстов газетных. И дальше у него даже были вырезки из газет эти сделанные, он нашел, как бы, так сказать, подняли они все архивы, вырезки из газет прямо наклеены. И прямо он соотносил это с текстом Маркса, показывал, что просто была компиляция газетных текстов. Но потом, видите, как можно дурачить человечество, когда это все подано было, как великое творение, и все читали наизусть, запоминали и так далее. И вопрос, который там затрагивался, работы наши были переведены, но они были там представлены на русском, на английском и на китайском языке. Два переводчика-синхрониста наши из нашей команды работали, и на английский Василий Максим Викторович переводил, и на китайский там наш представитель в Китае. И переводы были настолько точны и грамотно построены, что вот как раз японец подошел ко мне, слушайте, познакомьте меня с переводчиком, как он настолько грамотно и доходчиво переводил вот это мнение японских специалистов. Я там ставил вопрос о наднациональной валюте. Вот, пожалуйста, следующий слайд включите. Значит, нет, предыдущий, вот вернемся. Значит, вот сегодня, вы знаете, очень много идет обсуждений, а что же будет после доллара? Ну, то есть, как бы по доллару уже многие соглашаются, что не может эта ситуация продолжаться вечно. Я вам потом покажу картинку эмиссии доллара, она вышла такую на вертикальную кривую совершенно. Вот, а что же будет потом? И вот начинается гадание. Может быть, перейдем на китайский юань. Может быть, там Россия говорит о рубль как мировая валюта. Кстати, недавно Третьяков провел такую программу «Рубль как мировая валюта». Удивительно такая, ну, как бы, так сказать, несоответствующая духу сегодняшнего дня программа. Хотя были собраны все, ну, как, видимо, считают авторы программы, все звезды, что называется. Но единственный, кто там глазев выступал о том так робко, что вообще-то, да, и рубль можно было бы как-то продвигать, если начать продавать за рубль, так сказать, наш нефть, газ, лес. Но никто его не поддержал. И вот эта академическая элита, она, конечно, по-прежнему находится, если говорить о глобализации, в прежнем русле и видит только могущество и величие доллара или какой-то иной валюты, которая будет, значит, придет на смену доллара. Вот я в простом здесь таком варианте пояснял существо происходящего. Американцы сейчас печатают доллары такими темпами, что за 4 года после 2008 года они напечатали долларов раза в полтора, по крайней мере, больше, чем за предыдущие 100 лет. То есть, понимаете, какие темпы. Вот. Ну и, казалось бы, у нас как это воспринимается? Так. Ну, это их проблемы, они печатают. Мы-то здесь при чем? Так вот я хочу вам показать, при чем здесь мы. Вот. Представим себе, что, ну, скажем, есть 5 стран, и у каждой из этих стран есть некое количество денежной массы. У одной страны S1, у второй S2 и так далее. Ну, допустим, мы с вами имеем некую сумму, значит, в общей покупательной способности. Давайте попробуем теперь это уравнение. Просто элементарную арифметическую операцию проведем. Обезразмерим, говорят, систему измерения. То есть, здесь все в рублях написано. Вот общее, ну, или в долларах. Вот общее количество долларов. А вот сколько долларов у каждой из стран. Разделим обе части уравнения на S. Что слева получим? Слева получим единичку. А справа что получим? А каждая из этих слагаемых деленная на S, да? А в чем теперь физический смысл вот этой формулы? Ну, потому что мы перешли в обезразмеренную единицу. Общее количество денег мы принимаем за единицу. А каждая страна имеет одна, одну, пятую, вторая, одну, десятую, третью, одну, сотую. Но в сумме эти дроби дают единичку. Вот, собственно, что. Ну, это, то есть, перешли в обезразмеренную единицу. То есть, раньше мы считали в долларах, а теперь считаем просто в процентах. Так вот, но когда переходим в эту обезразмеренную систему, то, ну, раскрываются такие факты. Они, в общем-то, и в этой формуле очевидны. Но, тем не менее, на это никто не обращает внимания. Теперь посмотрим вот в таком форме, в такой форме, когда наша с вами покупательная способность представлена. Итак, мы имеем с вами покупательную способность в виде S1. Это то, что у нас в кошельке лежит, деленное на S. Общая сумма денег. Вот когда... А что такое дробь? Дробь – это числитель и знаменатель. Ее можно уменьшить как? Можно уменьшить числитель, тогда дробь уменьшится. Можно увеличить знаменатель. В равной мере дробь тоже уменьшится. Но когда вам уменьшают числитель, это называется грабеж и воровство. Потому что S1 – это то, что у вас в кармане находится. Вот если S1 уменьшили, то это называется воровство. Это сразу преступление подведут. А вот если увеличили знаменатель, то это как бы никто этого не замечает. Но ведь Соединенные Штаты увеличивают знаменатель. И увеличивая знаменатель, они тем самым залезают в наш карман и отнимают у нас нашу покупательную способность. Ну попросту говоря, у нас покупательная способность была там, скажем, 1,20, а она стала 1,30. Вот и все. То есть денег-то у нас в кармане осталось столько же, но на фоне других стран мы покупательную способность свою потеряли, вот если говорить о процентном соотношении. Поэтому вывод 1. Допускать участие какой бы то ни было валюты, какой бы то ни было страны для участия в международных расчетах, то есть подменить какой-то одной валютой одной из стран, это значит ввергнуть мир в обман. Поэтому вот на следующем слайде у меня такая простенькая картиночка элементарная. То есть сейчас вы знаете, Казахстан, Россия, вот у меня два дня подряд были видеоконференции с Казахстаном. Ну и я уж не стал там говорить, но один из ведущих специалистов, он говорит, ну мы же сейчас вот 800 миллионов долларов запускаем в оборот. То есть понимаете, вот мы с Казахстаном, с Белоруссией говорим на долларовом языке. Ну как это можно вот в отношении братских республик использовать валюту чужой страны? Ведь основной признак суверенитета это печатание собственных денег. То есть помните еще при феодализме говорили «суверен». Ну суверен по большому счету это тот, кто... и деньги даже назывались суверен, да? Суверен это тот, кто имеет право печатать свои деньги, без спроса у кого-то не было. Фактически наша страна на сегодня является финансовой колонией, потому что мы не имеем своих собственных денег. Это кому-то только кажется, что мы имеем свои деньги. В действительности, поскольку эмиссия рубля идет под доллар, то есть мы печатаем рубли тогда, когда в стране появляются доллары, то фактически мы работаем в режиме финансовой колонии, а реальная валюта, которой мы пользуемся, это доллар. Рубль это квитанция на право получить деньги в метрополии. То есть есть деньги колонии, бумажки, эти квитанции, но за эту квитанцию можно купить валюту метрополия. А как же нужно было бы поступать? А вот нужно создать некий такой банк центральный, учрежденный не Россией, не Казахстаном, а всеми вместе, который бы имитировал валюту энергообеспеченную. Я не буду на этой теме останавливаться, многие здесь с ней знакомы, потому что только тогда у нас будет получаться что-то в экономике, когда мы получим единую меру стоимости. Сегодня единой меры стоимости нет. То есть вот мы измеряем стоимость здания, стоимость колбасы, а в чем? В рублях. А что такое рубль? И завтра по радио скажут, что такое рубль, потому что нет жесткой привязки. Это то же самое, как если бы вы измеряли в механике длину, килограмм, но измеряли бы какими-то линеечками, а завтра бы вам с утра говорили, чем измеряем сегодня. Вот примерно такая обстановка в экономике. Так вот прежде всего нужно привязать измерения в экономике, сделать их метрологически состоятельными, и избрать, так же как в любой другой сфере, единую меру стоимости. Только после этого можно говорить об экономике как о науке, потому что Менделеев очень точно подметил, наука начинается там, где начинают измерять. А измерять начинают с единицы измерения, с единой меры. Вот и единая мера стоимости, она точно так же должна быть, как и единая мера длины, единая мера веса, единая мера освещенности и так далее. Вот. И если бы мы имитировали рубль энергетический, и вот сейчас долгие споры шли, какой должен иметь знак наш российский рубль. Вот я бы предложил такой знак, вот очень легко набирается на машинке, потому что это в латинице и заглавное, и в русском алфавите э русское. Вот получается рубль энергетический. Вот если бы мы такой знак, а не с этими крестиками там изобрели, то сразу бы в мире поняли, что в России что-то вызревает новое. Вот. И дальше смысл в чем? Смысл в том, что ни одна страна не должна утрачивать свой суверенитет, если она считается суверенной страной. Она должна принимать расчеты за свои товары исключительно и только в своих собственных деньгах. Хотите с Казахстаном рассчитаться, пожалуйста, ТНГ предъявите. Хотите с России, давайте рублики. Хотите с Белоруссией, значит, белорусские рубли, зайчики. Вот. А как же это сделать? Ну вот на примере трех стран. Создается этот банк. Дальше. Ну, можно начать с ныне существующих курс валют, да. Рубль энергетический выбирается условно, так же как метр. Вы понимаете, что это сейчас мы знаем. Метр это вот. Но когда-то был момент, когда можно было и так, и так, и так. Правильно? Точно так же, как килограмм. Вот. Сегодня килограмм. Все знают, что это такое. Но когда-то вот взяли кусок металла и сказали, вот это килограмм. Точно так же измерение сегодня рубль энергетический. Можно сказать, что это 10 киловатт часов, можно сказать 100 киловатт часов, можно сказать 1 киловатт час. Просто однажды условно договориться, что, скажем, рубль энергетический, это 10 киловатт часов электроэнергии. Все. Но и в Африке, и сегодня, и завтра, и через 100 лет мне говорят, ну, значит, стоимость энергии может меняться. Да ради бога, стоимость энергии может меняться. Но киловатт час, он и останется киловатт часом. И тогда появляется просто единица измерения. То есть появляется, как мы говорим, инвариант прескуранта. Прескурант это список товаров всех. А инвариант прескуранта это стоимость всех этих товаров, выраженные в каком-то одном товаре. Ну, скажем, Бреттон-Вудское соглашение предлагало доллар приравнять к золоту. Тогда 35 долларов приравнивали к 31,1 грамму золота. И вот так доллар был совершенно конкретная, понятная единица, да, в 44 году по Бреттон-Вудскому соглашению. На нем можно было написать, сколько граммов золота. Вот сейчас должна появиться новая валюта, мировая, где будет написано. 10 киловатт часов электроэнергии. Все, на всю оставшуюся жизнь, на сотни лет. И ничего не надо менять. Всегда будет единица измерения, в которой измеряются стоимости все товары. Вот, скажем, эта коробочка, она там 100 киловатт часов, этот шкаф там 150, а это здание там миллиард киловатт часов. Но понятно, что появляется единица измерения, через которую все товары можно сравнивать. И в любом случае этот товар выбирается условно, но реально, объективно, сейчас вот таким товаром выступает именно электроэнергия, потому что она наиболее часто выступает в товарообменных операциях. Как вы сравните стоимость кирпича и буханки хлеба? Через ручки, что ли, или через книги, или через... Вот через электроэнергию, самое вероятное, да. И в большинстве сделает. Вот, а в чем же функция тогда этого банка и этих рублей энергетических? Первое, это мы фиксируем единицу измерения, единую меру стоимости любых товаров. Дальше. Вот три страны. Они между собой торгуют сегодня вот в долларах, да. Что происходит, если мы договариваемся о такой системе? Россия вносит в этот банк миллион рублей. Соответственно, у нее на счете по определенному курсу образуются рубли энергетические. Казахстан вносит в этот банк тенге. У банка на счете образуются... У Казахстана на счете образуются рубли энергетические. То же самое, что и в Беларуси. Банк в принципе не может оборотиться, потому что он не имитирует валюту на первом этапе. Дальше там можно говорить о критовании, там много деталей дальше. Но начинаем там из чего? У каждой из стран на их счетах в этом банке появляются рубли энергетические. Но рублей в этом банке ровно столько, сколько там денег всех этих трех стран. То есть он не может разориться, потому что, значит, эти все рубли энергетические, они покрыты той наличностью, которая находится в банке. То есть в банк перечислены непосредственно эти деньги. И теперь России нужно рассчитаться с Казахстаном. Тогда она обращается в этот банк, у нее там счет есть. Через свой счет, через рубли энергетические, покупает тенге. И тенге рассчитывается Казахстаном. Если ей нужно рассчитаться с Белоруссией, значит, она покупает белорусские деньги. Если страна ничего не продает, ну извините, тогда ее валюта никому не нужна. Потому что зачем валюта будет... Поэтому начать можно было бы с трех стран. И вот мы сейчас продвигаем такую идею создать на март месяц, вот я вчера уже в Казахстан озвучил эту идею, создать... Вы знаете, есть у нас изборский клуб, есть валдайский клуб, но это не та матрица, я позже об этом скажу. Есть у нас Пушкин, это основной скреп русской цивилизации. Так вот, поскольку наш университет в городе Пушкине, мы предлагаем в марте месяце учредить Пушкинский клуб сближения цивилизаций. Пушкинский клуб сближения цивилизаций. Потому что сейчас бесполезно строить какую-то линию во имя блага какой-то страны, или какой-то корпорации, или какой-то общности. Земной шар это настолько уже уязвимое пространство, что создать какой-то благополучный кубрик в отдельности от земного шара невозможно. То есть или мы изменим земной шар, или мы не изменим ничего. Так вот, задача Пушкинского клуба сближения цивилизаций, которую мы ставим, именно выйти на новую цивилизационную парадигму, на новые индикаторы курса глобализации, и на принципиально новую систему международных валютных расчетов. Сегодня мы считаем, что, и переговоры такие по крайней мере ведем, что в учреждении такого клуба, не обязательно сейчас начинать с широкой аудитории, достаточно было бы, чтобы приняли участие непосредственно Россия, Китай и Казахстан. Причем Казахстан проявляет очень большой интерес благодаря тому, что президент Казахстана, он сам очень серьезно занимается проблемами глобальной политики, у него есть работы очень серьезные по этому поводу, и сейчас есть группа специалистов, которые вот к нам прилетали, и мы с ними встречались вот три дня назад, в том числе из Лондона, там есть представители Казахстана, и мы с ними как раз обсуждали возможности формирования вот такого клуба, который бы прорабатывал действительно глобальные цивилизационные идеи. Ну и, конечно же, такой клуб и такая система расчетов, она должна быть абсолютно открыта, она не против кого не должна быть настроена, она должна быть только за, но не против. В такую систему, вот если бы три страны начали успешно работать во взаиморасчетах своих, то дальше, пожалуйста, любая четвертая страна, у которой есть какие-то торговые поставки на Казахстан или на Россию, она подключается сюда, и тогда она торгует в своей собственной валюте, потому что она предлагает, значит, свою валюту в этот банк, приобретает там на счет себе рубли энергетические, а за эти рубли она может купить валюту любой другой страны и, соответственно, приобрести тот товар, который продается этой страной. Вот такая схема, по сути, она в некотором смысле пушкинская. Вы помните Пушкина, не нужно доллара ему, когда простой продукт имеет. Да, так мы осовременим Пушкина, да, что он писал, не нужно золото ему, когда простой продукт имеет, это государство. Но сегодня функцию золота играет доллар, поэтому вот этот, по сути, завет Пушкина, не нужно доллара ему, когда простой продукт имеет, он в этой формуле. Если есть простой продукт Казахстана, если есть простой продукт у России, не надо никакого доллара. Оформляйте посредническую чисто валюту, единственное, что она должна быть твердая, а не как там сейчас биткоины и прочие вещи, за которыми ничего не стоит. Здесь мы говорим, что совершенно конкретная товарная масса. И обсуждается это все сегодня достаточно широко. И достаточно сказать, что после того, как мы выступили в Китае на конференции, прошло-то еще, наверное, с месяц, но уже две очень крупных команды приезжало на встречу в университет. Из Китая. Первая команда это вице-премьер Китая Ван Ян, который ведет промышленно-сельское хозяйство. С ним министр культуры и еще шесть человек уровня министра и замминистра. А в общей сложности приехало к нам в университет 20 человек, которые непосредственно вели со мной переговоры. А еще через недельку приехала команда из ведущей провинции Китая. Причем были представлены все звенья и бизнес, и администрация, и учебные заведения. И, в общем, видно, что очень серьезный, заинтересованный разговор состоялся. Поэтому первое, что я хотел бы отметить, говоря об индикаторах, если угодно, курса перестройки, это курс на сближение цивилизаций, который так или иначе пробивает себе дорогу. На следующем слайде я хотел вернуться к теме Путина, потому что очень разные здесь мнения, соображения по поводу того, какую же все-таки линию Путин проводит. Но я вам хочу сказать свое мнение, что, на мой взгляд, Путин находится в чрезвычайно сложной ситуации. Видимо, в общем, она связана и с тем, что какие-то еще предназначения были ультиматумы предъявлены, безусловно, которые работают и по сию пору. Ну и общая обстановка в мире такова, что вы видите, что он идет по острию ножа. При том, что и так общий курс, в общем-то, но в основном все-таки прозападный сегодня идет. Но как только он хотя бы обозначает некие шаги в сторону суверенитета нашей страны, как сразу же шквал наездов самого разного уровня на него. Но вот по отдельным сюжетам, таким реперным точкам, можно его позицию понять. И вот посмотрите, что он говорит о суверенитете. Я не буду все слайды зачитывать, они останутся, кто потом заинтересуется, и в штате здесь презентация будет. Главное, что он говорит, что Россия не может существовать без защиты своего суверенитета. И Россия это такая страна, или она будет суверенной, или ее не будет вообще. Вот это самое главное, что мы с вами должны понимать. И вот когда мы понимаем эту мысль, то дальше понятно, почему Путин в послании Федеральному собранию 12 декабря сказал следующее, на следующем слайде. Он сказал о том, что в ближайшие 4-5 лет мы должны полностью обеспечить свою независимость по продовольствию. И это, конечно, грандиозная задача. Пока, к сожалению, я не вижу каких-то намеков, что это поручение президента воспринято и выполняется. Но хочется верить, что может быть, как это было с его предыдущими поручениями, что он рано или поздно спросит об этом. Потому что вот этот слайд, он полностью сочетается со слайдом предыдущим. Вы понимаете, что такое суверенитет? Суверенитет это прежде всего собственные деньги, значит, собственная единица измерения и продовольственная безопасность. То есть, если страна себя не кормит, то говорить о каком-то суверенитете не имеет никакого смысла. Понятно, что тот, кто сидит на кранике продовольствия, элементарно перекрывает краник. И так, вы знаете, свергались любые правительства, свершились любые революции. Это происходит в течение трех дней. Поэтому приятно, что понимание этого есть. А вот практические дела, как их развернуть в эту сторону, пока этот вопрос, в общем-то, в текущих делах, он, так скажем, не очевиден. И я покажу, почему. Во-первых, это связано с тем, что у нас по-прежнему жестко держится курс на обекополисную урбанизацию. Вот я попрошу включить следующий слайд. Сейчас вот мы здесь уже говорили, допустим, по некоторым вопросам. Ну, я вот здесь подъехал. Дальше, конечно, машину там где-то удалось во дворе бросить, пешком пришел. Но 40 минут я простоял на подъезде здесь вот к нашему помещению. Но это же еще цветочки, ягодки-то еще впереди. Ведь вы посмотрите, какое расширяющее строительство грандиозно идет. Вот если мы с вами не поймем, что мегаполисная урбанизация, которой мы сейчас придерживаемся, это путь в никуда, это техногенный коллапс, это бессмысленность борьбы с пробками, я вам приведу в пример Пекин. То есть я говорю о том, что чем больше страна борется с пробками в тот или иной город, тем больше будут пробки. Потому что на развязывание пробок приезжает новая рабочая сила, создаются там новые строительные мощности, и усугубляется проблема пробок, безусловно. Поэтому если у нас одно кольцо, то вот я простоял 40 минут, то первое место в мире занимает сегодня по пробкам Пекин. А почему? А потому что у Пекина сегодня 8 колец уже. Представляете, 8 колец. И тем не менее они по-прежнему застраивают только Пекин. Вот в беседе с Ван Яном, вице-премьером Китая, я ему раскрыл эту тайну порабощения Китая и формирования глобальных демографических проблем Китая через вот эту парадигму. Он настолько этим заинтересовался, потом отдельно со мной переговорил, и потом мне сказал, я обязательно этот вопрос доложу премьер-министру. Но, к сожалению, кому бы он ни докладывал, проблема в том, что это сегодня, города, это способ формирования глобальной прибыли транснациональных корпораций. Потому что только формируя города, вы начинаете кормить торговые сети, вы начинаете кормить банки, вы начинаете кормить транснациональные корпорации медицинские. Потому что если человек живет в природе, у него травка там есть обычная, он заварил там ромашку, заварил подорожник, заварил, значит, и все. Ему не нужны банки, ему не нужны торговые сети, ему не нужны аптеки. Поэтому проблема чрезвычайно сложная. Но воспроизводство физически здорового населения в городской среде невозможно в принципе. Потому что до тысячи мутаций в механизме функционирования ДНК отмечается у ребенка, который зачат, рожден и появился в городе. Вот эта беда. К сожалению, Китай это тоже не понимает, что их ведут в тупик демографический. То есть если у них сейчас колоссальная численность, но уже где-то там, по моим оценкам, к 25-30-му году, Китай столкнется уже с проблемой кадровой. То есть у них пойдет серьезная убыль населения через уничтожение генетики в городах. Но я уже, может быть, не помню, говорил вам в прошлый раз или нет, что, к моему счастью, вот такой руководитель, как губернатор нашего города Полтавченко, Георгий Сергеевич, эту проблему понимает. Хотя вы понимаете прекрасно, что он тоже не может противостоять насилию банков, денег, строительных корпораций. Именно они заказывают музыку. И тем не менее, в разговоре со мной он сказал, когда я ему начал объяснять, что нельзя дальше развивать Петербург и застраивать его, а вы вдумайтесь только, в городе Пушкине, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в Петродворце, в Петродворцовом районе сегодня обсуждаются проекты, которые превратят эти районы в очередное Купчино. Но вы вдумайтесь, что происходит. Это же святыни вообще не нашей страны, это святыни мировые. Когда вы произносите «Царское село», то у вас картинка соответствующая. Когда вы произносите «Петродворец», то всем понятно, что это такое. И вы представляете, в таких местах мы сегодня затеваем строительство бетонных коробок. Это при том, что под объектами жилья, как вы знаете, у нас занят 1% территории. А почему же не застраивается 99%? А не застраивается потому, что там нет такой прибыли. Потому что у нас кроме пятаков и долларов в глазах на сегодня нет ничего в нашем курсе, который мы реализуем. Вот в чем проблема. Все считается на деньги. Где выгоднее? Конечно, выгоднее торговать на Невском, а не в Апсковской области. Поэтому если мы переключимся на чисто рыночные такие ориентиры, то тогда мы однозначно должны полностью зачистить нашу страну, оставить города-миллионники. А ведь вот я вам не договорил, что Георгий Сергеевич Полтавчин, когда им это все объяснил, он мне сказал, «Егорий Сергеевич, меня вы можете не агитировать, потому что когда я был полпредом в Центральном федеральном округе, я написал письмо на президента с предложением ввести законодательный запрет на любое расширяющее строительство в городах численностью более миллиона человек одномоментно, а по остальным городам по графику». То есть можно ввести какие-то работы, но только работы, связанные с реконструкцией и с ремонтом. Но ни одной точки новостройки в таких городах появляться не должно. И это единственный способ спасти наши города. И, значит, развивать ландшафтно-усадебную урбанизацию и застраивать территорию нашей страны сегодня уже невозможно усилиями Псковской, Новгородской, Вологодской области. Это задача по плечу только Питеру, Москве, но для этого они должны отказаться от самоуничтожения, от самоистребления. Потому что то, что происходит сегодня с Питером и с Москвой, это называется самоуничтожение. И финал таких проектов уже известен. Город Детройт тому пример. Вы знаете, что он полностью погиб, признан банкротом. И ничего более ужасающего на земном шаре вы сегодня не увидите, кроме города Детройта. Это бывшая автомобильная столица, один из самых уникальных городов земного шара. Вот то же самое ожидает наши города. Когда это произойдет? Ну вот с одним из американских специалистов, я говорил, с очень серьезным, он мне назвал цифру 50-60 лет. Предельное время существования городов, это в их нынешнем виде 50-60 лет. Как дальше это произойдет? По воле Божьей, или по техногенным каким-то, или по военным причинам. Ну вы понимаете, что как только вы увидели инженерные сооружения, скажем, Москвы или Петербурга на недельку, так на этом существование этого города прекратилось. Просто, пардон, в дерьме утонет. Начнем с этого. И поэтому никаких иных мотивов для такого развития, кроме мгновенной 7-минутной прибыли, к сожалению, не существует. Ну я дальше просто пролистаю. Я эти слайды... Вы знаете, что у нас в северо-западном округе 50% вымирающих населенных пунктов. На следующем слайде я хочу сослаться вам на Александра Чаянова. Это великий такой экономист-аграрий. Его книга «Путешествуемый брат Алексея в страну крестьянской утопии». Он написал ее в начале века 20-го. А мечтал... Это у него такое фантастическое произведение. Он написал о 65-м годе. То есть совершенно немыслимое, удаленное от него будущее. А мы-то с вами это пережили. Но он написал про 65-й год в своей книге. И он пишет, ну такая фантастическая у него, что его брат в 65-м году оказался в Москве в гостинице. Его привезли ночью. Он открывает утром окно, смотрит и изумляется. Что такое? Он видит Кремль в 10 километрах там. А до Кремля только поля, сады, клумбы, деревья. Он говорит, что такое? Да вы что, разве не знаете? В 30-е годы к управлению в России пришли здравомыслящие люди. Люди, которые понимают, что такое человек, что такое природа и что такое аграрный сектор. Значит, они получили большинство в парламенте и приняли закон, в соответствии с которым теперь в России запрещено строить города численностью более 300 тысяч человек. Ну, конечно, не обошлось без перегибов. Вот в частности, Москву ее снесли практически полностью. Но теперь зато, посмотрите, какая это красота. Он говорит, а как же города-то? Ну нет, города у нас есть. Да, вот города есть до 300 тысяч человек. Но в городах у нас никто не живет. Все города существуют только как точка сборки, куда приезжают нормально живущие люди в природе. Они приезжают в города на учебу, на конференции, в музеи, в театры. То есть города остались, но там живут только те люди, которые обслуживают приезжающих в города. То есть та же Москва, условно говоря, там количество жителей 300 тысяч, а количество присутствующих одномомоментно может доходить до миллионов человек. Но это люди там не живут. Они приехали туда. Вот, к великому сожалению, мечтам Чаянова не суждено было исполниться, но основной индикатор глобализации, я считаю, это градостроительная парадигма. Пока мы с вами не почувствуем, что начинает что-то меняться, значит все, к сожалению, катится в никуда. Потому что говорить о продовольственной безопасности, переселяя все население без исключения в города, ну просто немыслимо. И вот это полностью расходится с тем требованием, которое Путин предъявил, значит, на совсем недавно, как в декабре, выступая перед парламентом в декабре, значит, прошлого года. Так вот, это я вам даю, как и аргументы, вот для тех, кто пропагандистами работает, для тех, кто вот сейчас пытается отстаивать какие-то вопросы в Петердворце или в Пушкинском районе. Это противоречит полностью установкам Владимира Ивановича Путина, президента нашей страны. Он говорит о суверенитете, он говорит о продовольственной безопасности, но невозможно обеспечить продовольственную безопасность, развивая города, а не сельскую местность. И поэтому вот следующий слайд, посмотрите, это источник прямо из данных ВТО, это импорт в Россию сельскохозяйственной продукции. Посмотрите, если Владимир Иванович Путин говорит о необходимости полностью перейти на собственную продукцию, но у нас не только тенденция не та, но у нас и, как говорится, первая производная не та. Первая производная, это когда вот так вот растет. Но вот чуть-чуть вторая производная начала меняться, да, там, так сказать, видите, там в конце все-таки уже не вот так, а вот так кривая развивается. Но это еще не те перемены. Так вот, если мы будем развиваться в тех же тенденциях, то мы никогда не решим задачу, поставленную президентом. А решить ее можно исключительно и только основываясь на иной городостроительной парадигме, когда мы с вами будем развивать землю нашу, а не города, которые губят народ. Ну и вот я следующий слайд просто уже как молитву тоже произношу везде, что АПК это не просто одна из отраслей народного хозяйства. Это, если угодно, способ содержания, обустройства территории, гарантия целостности государства. Если мы это не поймем, значит мы не туда движемся. Но это понимают наши и скрытые, и явные враги. На следующем слайде я вам приведу высказывание вице-президента США Джозефа Байдена. Это журнал Wall Street. 25 июля 2009 года. Население России сокращается, экономика увядает, она не проживет следующие 15 лет. Вот заявление Байдена. И мы должны сделать все, чтобы вот эти попытки спрограммировать наше будущее не сработали. Но для этого мы должны формировать иную матрицу. И когда население России сокращается, то основной инструмент сокращения населения, как России, так и Китая, это вот эта изуверская градостроительная парадигма. На следующем слайде я вам хочу показать Японию, да, японскую картинку. Я до этого выступал по проблемам как раз ландшафтно-усадебной урбанизации в Корее. В Корее проводился этот форум. А совсем недавно Литва. В Литве проводился форум по территориальному развитию. И я там на пленарном заседании делал основной доклад. Но когда я выступал в Корее, то я там посмотрел вначале кое-что очень любопытно. В Корее, ну действительно, нежно и трогательно относятся к аграрному сектору, они понимают, что это такое, но у них-то территория, это же не наша. Но посмотрите, все без исключения школьники всей страны в возрасте 10 лет, не знаю как дальше, я просто видел этих 10-летних, я говорю, а как вы? А у нас, значит, в обязательном порядке каждый школьник 4 дня в году обязан отработать в сфере сельскохозяйственного производства. Ну как они работали? Вот я смотрел это. У них вот именно такая территория, где, ну показательная, школьники пришли, они там собирали урожай, потом они вместе, такой навес просто, газовые плиты, и вот с преподавателем они там помыли, почистили, варят овощи там, там же у них обед и все такое. То есть, ну они полностью связаны с природой. У нас же сейчас школьники многие вообще не видывали, что такое сельскохозяйственное производство. Они не видели ни животных, ни растений. Ко мне приезжал как-то американец, ему лет 25 на дачу я его привозил. Вот. Он впервые увидел в жизни, как растет смородина. Вот такие круглые глаза. Он впервые увидел, как растет картошка, я ему объяснил. Потому что он думал, может, на редках или как там, или просто в магазине. Вот. И, к сожалению, мы идем тем же самым путем. Но человек, он создан для жизни в природе. Если любое вы существо биологическое, не только человека, перемещаете в другую среду, то он начинает мутировать. И он утрачивает свои качества человеческие. А почему я вам это... Ну да, кстати, в Китае тоже. Вот отношение Китая, допустим, к сельскому хозяйству. Китай, после девятого класса, в Китае на сегодня все образование платное. И единственная сфера, это аграрная, где полностью финансируется государство. Образование аграрного сектора. Вот. Ну, много тоже любопытного из таких мелочей. Я только до этого рассказывал там своим близким. Я говорю, если хотите заснуть хорошо, слушайте «Аве Мария». Если хотите снять напряжение, слушайте «Лунную сонату». Если хотите успокоиться, слушайте «Вальса Штрауса». Самолет приземляется в Корее, не успел приземлиться, громко на весь самолет включают «Вальса Штрауса». Я просто накануне сказал, ну, все-таки, когда в самолете летишь, ну, такая, как говорят, полет на самолете, это всегда игра с Богом в кости. Ну, немножко такое, у каждого немножко есть элемент тревоги. И вот как это, вот вечером я рассказываю, утром я приземляюсь, и включается «Вальс Штрауса». То есть, понимаете, то ли это на бессознательном уровне, то ли они действительно глубоко понимают это. И вот то же самое, это я просто из доклада генерального директора одной из там компаний крупных, и он выступал вместе с руководителем вот этого региона. Вот просто слайд, видите? Через сельское хозяйство мы формируем регион. То есть, они это понимают. Это, представляете, Япония, у которой клочок земли-то какой. Но вы запомните, что Япония, она сегодня что делает? Она не ввозит рис. Производство риса в Японии в два-три раза дороже, чем в соседних странах во всех. Но она рис не вводит. Она понимает, что такое вообще, что это способ сохранения биовида человекоразумной. Это способ сохранения генетики. И вот, пожалуйста, внизу подпись. Значит, ну, как бы, почва, которую мы строим, потом строит людей. Представляете? Это японцы. А что у них, посмотрите? Сельскохозяйственное производство в центре. То есть, хотите вы развить какой-то район, с чего можно начать? А там нет, у нас на 99% территории никаких иных рабочих мест, кроме земли, матушки, нет. Там нет ни заводов, ни фабрик, ничего. Есть только земля. Поэтому хотите освоить какой-то район, на Псковщине или в Вологодщине, еще где-то, с чего начать-то можно? Только, японцы говорят, только сельского хозяйства. Организуйте сельскохозяйственное производство. Тогда у вас появится жизнь, тогда у вас появятся первые работающие люди, у вас средства производства уже есть, земля. А дальше получится вот это, все остальное. Медицина, и школы, и появятся компании, и все остальное. Вот с чего надо начинать, по мнению японцев. И очень печально, что, еще раз говорю, Япония, живущая на клочке земли, она это понимает. А мы не понимаем, что самое главное богатство, которое нам от Бога даровано, богатство и Бог, однокоренные слова, это земля, матушка наша. И поэтому не случайно вы помните, что на французской выставке уже более ста лет назад выставлялся куб чернозема размером сажень. Значит, куб, ну а сажень это около двух метров. Вот такой куб чернозема из Воронежа, из Воронежской области выставлялся на французской выставке. Так что вот, на мой взгляд, отношение к земле, отношение к аграрному сектору, я вот даже для себя как-то вот, ну поначалу я не мог понять. Ну я так, в общем-то, у меня судьба складывалась не то, чтобы я ставил какие-то цели, вот туда продвинуться, сюда. Просто вот, ну как складывалось, я никогда через коленка ничего не решал. Когда я понял, что партийная работа мне просто претит как бы по духу, я просто с трибуны Таврического дворца взял самоотвод и ушел в никуда, оказался безработным. Но меня, конечно, смотрели как совершенно ненормального человека, да, вот, потому что, ну, действительно, было непросто, там, трое детей, тогда еще малолетних сына, еще годик был только, вот. Ну вот так остался безработным. Ну, потом как-то вот все складывалось само по себе. И потом точно так же само по себе, я и в мыслях никогда не был, я оказался вдруг связанным с аграрным сектором. Хотя уже вроде бы я во всех сферах поработал, вот, а аграрный сектор, ну, просто родной мне, поскольку я в деревушке вырос, и отец за плугом, а мать в борозде, это как бы, так сказать, самые воспоминаемые картинки детства. И рожь, кстати, молотили, это я прекрасно видел, и хлеб молол сам еще, и эти мельницы у меня сейчас стоят там. Вот, и весь мой опыт был в основном, так сказать, ну, правда, до, наверное, пока Хрущев там не начал войну с сельским хозяйством, ну, и после него уже, правда, я так, на две коровы сено накосить, это уже была моя задача ежегодная. Вот, и все мои навыки в сельском хозяйстве. И вот вдруг меня угораздило, я думаю, как же так, почему так сложилось, непонятно. А потом я понял, что геостратегическое будущее России сегодня решается вовсе не в сфере пушек, танков, самолетов, оно решается в аграрном секторе. Быть или не быть Россией решается через аграрный сектор. Если мы это не поймем, и если нам не удастся это донести не только до руководства нашей страны, а потому что руководство, мне кажется, понимает, одно общественное сознание, чтобы в стране, наконец, поняли, что нас просто разводят, а что делать, а что делать, вот сосед у меня там в деревушке, он просто из Питера уехал и живет там, ему не нужны никто, не банкир, и он счастливый, у него две лошадки там, так сказать, парники, теплицы, свежая еда вся. Ну, в общем, когда народ это, вот так надо, чтобы в общественном сознании это проникало, ну, а тогда и государственная поддержка будет, когда будет уже в общественном сознании это более широко представлено. Ну, а главное, конечно, в человеке, поэтому я вот, главный индикатор, это сам человек, да, и вот следующий слайд я попрошу включить. И хочу просто обратить ваше внимание, что умнейшие люди прошлого, они настолько четко подмечали вот эти индикаторы и вот эти ложные ориентиры, что все их слова сегодня звучат, на мой взгляд, на порядок актуальнее, чем они звучали в их время. Вот слушайтесь в Ключевского. Что теперь педагоги разумеют под человеческой природой, есть только неестественное извращение человеческой природы и культурное животное, одичавший человек. Вот позиция Ключевского. Ну, я думаю, что, глядя на происходящее сегодня в так называемых цивилизационных странах, наверное, вы с этим согласитесь на то, по каким принципам можно стать мэром теперь в Европе, или как пройти в парламент, и кого туда отбирают, или буквально вчера еду радио, слушаю только когда в машине, спор идет к респонденту. Вот по такому-то сообщению такой-то там, так сказать, такой-то там конторы очередной статистической, до 70% населения Соединенных Штатов употребляют наркотики либо впрямую, либо опосредованно через таблетки, потому что там таблетки все, и, значит, там приводят пример, что даже кошечек, сейчас вот кошечка очень нервная, поэтому ей дают вот эти самые таблетки, сам корреспондент говорит, что да, я там как-то была, там просто взяла это самое, и мне так, говорит, ну просто зуб, чтобы не болел. Ну, говорит, мне так хорошо стало от этой таблетки, то есть просто нормальные наркотики там присутствуют практически во всех таблетках. Вот, и поэтому вот, когда мне тут вот с Казахстаном мне говорили, вот мы там отстаем от Запада, смотря, как эту плоскость, кто впереди, а кто сзади, как помните, даже в Библии, и последние будут первыми, вот хотелось бы, чтобы мы не гнались за некоторыми лидерами. Вот, Сашусь, ну я просто пролистаю некоторые вещи, потому что иначе очень у нас долго получится. Видите, Дюринг тоже, он говорил о том, что антидюринг-то Энгельса как раз попадет по этому поводу, что невозможно, чтобы человек переступал за противоестественное потребление, значит, за этим последует отвращение, присыщенность жизнью, дряхлость, социальная искалеченность и, наконец, спасительная гибель. Вот это мнение Дюринга. Ну и то же самое в Коране на следующем слайде. Те, которые наслаждаются, как едят животные, огонь, место пребывания их. Ну, Канта очень мне просто понравилась, оно, так сказать, бессвязно, но интересное такое выражение Канта, видите, две вещи поражают моё воображение. Звёздное небо над головой и нравственный закон внутри нас. Вот нравственный закон внутри нас, это, наверное, главный, может быть, индикатор, туда ли мы идём. Вот если это понятие утрачено, присутствие нравственного закона, то значит, человек уже перестал быть человеком. И основные скрепы русской цивилизации, если говорить о важнейших индикаторах, то вот здесь я бы пушкинские, видите, сюжеты, когда там бороду обрубать будем, Пушкин обещал, что это произойдёт, да, когда эта борода расставщичества будет обрублена. Но основные скрепы, значит, русской цивилизации, это, ну, справедливость, но, по сути, справедливость можно назвать просто человечность с верой Богу. То есть, если человек живёт с верой Богу, то он, конечно, живёт по справедливости. Следующий скреп – это русский язык и творческое наследие Пушкина. Вот, по нашему мнению, три таких базовых скрепа. И мы должны с вами помнить, что, когда мы говорим о справедливости, то понятие справедливости на Руси, оно радикальным образом отличается от того, как справедливость понимают на Западе. На Западе что такое справедливость? Ну, это когда законы выполняются. А на Руси что такое справедливость? А на Руси это «Богу не грешен, царю не виновен». Вот что на Руси. Или Александр II в своё время сказал «Запад живёт по законам, а Русь по пословицам и поговоркам». Вот пословицы, поговорки, сказки – это важнейший индикатор курса цивилизационного развития. Пока мы не поменяем матрицу, вот эту информационную, то, чем пичкают нас и наших детей, мы, значит, идём немножко не в ту сторону. Конечно, хотелось бы, чтобы мы понимали и по-своему счастье. Здесь мне, например, больше всего нравится позиция Державина, потому что, ну как сейчас счастье? Это удовольствие, это там, так сказать, почитайте даже великую книгу, как многие читают, «Проект Россия», да? Но на чём она замешана? Что нам нужно добиться, чтобы мы получали удовольствие. Вот там, так сказать, основной стержень. Ради чего всё это пишется? А вот, послушайте, Державина. «Моё желание – предаться Всевышнего во всём судьбе, за счастьем в свете не гоняться, искать его в самом себе. Меня здоровье, совесть, право, достаток нужный, добра слава творят счастливее царей». То есть он говорит, счастливее царей и богачей тот человек, который имеет просто достаток, который нужен для него, хорошую, добрую славу для себя, совесть чистую и здоровье нормальное. Вот, собственно, я думаю, Державин прав. И мы видим, что такое счастье у сверхбогатых людей, начиная там с Березовского и кончая многими-многими другими. Очень много мудрых, прямо скажем, вещей у святителя Бринчанинова. И вот тоже, по сути, перекличка здесь идёт, что человек может быть самим собой только при посредстве божественной благодати. Ну, пожалуйста, следующий слайд. Тоже вот я вам такие некоторые яркие фразы даю, они вот в презентации, их можно будет использовать. Вот вдумайтесь, что сказал Лезгов Пётр Францевич, да? Вы знаете, что ведущий национальный университет физической культуры, спорта и здоровья носит имя Лезгов. Это один из лучших университетов действительно нашей страны. Вот возглавляет его Владимир Александрович Таймазов, член президентского совета по спорту. Но вслушайтесь всё-таки в позицию Лезгов. Лезгов-то, Лезгов ведь он, что в основном он пропагандировал, что физическое развитие и развитие умственное, они взаимоувязаны. Хотите, чтобы ребёнок был умный, талантливый, принял культуру, развивайте его динамику, гимнастику и всё остальное. Но, слушайтесь, Лезгов-то, счастлив тот, кто не знает запаха вина, табака, карт, всевозможных развращающих развлечений и спорта. Как это ни странно покажется нам. То есть, по большому счёту, вот все эти наши великие олимпиады и прочее, это то, что работает безусловно исключительно на деньги, причём не на деньги, а на очень большие деньги, и то, что работает против природы человеческой, и то, что уничтожает человека. Потому что детальные научные исследования проведены, спортсмены, гораздо более короткий период жизни, куча проблем со здоровьем и так далее, и так далее. Это прекрасно понимал Пётр Францевич Лезгов. Его, правда, говорят, что он ошибался, но, на мой взгляд, он не ошибался. Поэтому, вот, очень хотелось, чтобы главное, чтобы мы понимали, что всё-таки основная ценность этой человек, а не эти новостройки. Потому что я вам хочу сказать ещё такую мысль об этих великих стройках, домах, ведь чем прикрываются? Ну, так мы же жильё для народа строим. Да это блеф, никакого жилья для народа не строится. Дело в том, что жильё, у кого есть деньги, уже давно купил. Или на рынке тысячи предложений, пожалуйста, нет проблем. А для чего же это строится? Это строится исключительно как инструмент вложения денег для богатых, сверхбогатых людей. Не в чем деньги хранить. В золоте страшно тоже иногда, да, в бумагах страшно там, а в чём? А вот здание. И вот здания превратились теперь вот в золотую кубышку, и не более того. Посмотрите на Лондон вечерний. Там все окна тёмные, там никто не живёт. Это не для людей построено, это просто вложение денег. Потому что построили и рассчитывают, что вот у меня теперь есть, и у моих детей, и через 10 лет я это продам, это будет ещё дороже. И так мы губим весь земной шар, застраивая буквально коробками землю, создавая вот эту пирамиду недвижимости, которая рано или поздно погибнет. На следующем слайде такое вот обращение уже от души. Значит, вообще мы так живём, что, конечно, Бог о каждом из нас ведает. И, собственно, о возможности развития высшего разума, Бога, они ведь идут через души человеческие, потому что душа наша – это кладезь вообще всего и вся. Так вот, это уже такое пожелание моё, как бы всем, может быть, кто слушает нас. Бог наблюдает за тобой, а твоя душа – инструмент его самосовершенствования. Живи так, чтобы ему с тобой было интересно и познавательно. То есть, вот надо стараться поменьше смешить Бога, поменьше злить его и вести себя так, чтобы, ну, Богу действительно было интересно с нами. Ну, следующий слайдик я о воде, я не буду рассказывать, это вы все прекрасно знаете. Но единственное, что я вам посоветую, вот такой очень простой вариант, это агентство, мне биофизическое агентство, мне совет такой давали, я и пользуюсь просто по утрам. Вот, беру две кружки, ну, воду по утрам нужно пить, да, когда встаешь, ну, и потом желательно так, каждый час по 100 граммов. Но утром воду беру пол-литра и вот две кружки, вот, значит, и из кружки в кружку 22 раза переливаешь. Когда вода течет, это как вот горная вода, она, ведь вы посмотрите на структуру воды, она не течет просто так, там жесткие такие идут ленты, которые между собой взаимодействуют. Вот во время взаимодействия там происходят такие физико-химические процессы, которые меняют структуру воды. И вода полностью изменяет свои свойства и структуру, если вы ее вот так вот просто позволили ей структурироваться через эти жилы. Теперь, значит, хочу вам еще сослаться на одного очень интересного человека, вы можете в интернете это найти, поэтому я просто ссылки даю. Александр Николаевич Несмеянов, уникальный человек, выдающийся, в общем, такой химик, органик, он был и президентом Академии наук, и герой соцтруда, и ректор МГУ. Вот, посмотрите его расчеты, он говорит об энергетике и вообще вот о питании человека в конечном счете. Значит, годовая энергетическая потребность человека в килокалориях перекрывается солнечной энергией, которая поступает на площадь земной поверхности один квадратный метр. То есть вот если бы научиться как-то эту энергию снимать, то человеку достаточно. Вот только солнечной энергии, которая поступает на один квадратный метр. Но, конечно, когда вы засадили этот метр растительной пищей, она возьмет в себя только 0,24% от энергии солнца. Но если теперь вы эту растительную пищу употребили, да, то тогда вы все-таки очень многое от солнечной энергии взяли. Но если вы поручили эту траву съесть теленку, то у теленка-то тоже он берет только 8% от той энергетики, которая содержалась в траве. Все остальное уходит в навоз. После того, как вы съели телятину, то вы от энергетики, которая содержалась в мясе, 0,7% только взяли. То есть получается, что мы, в общем-то, выстраивая вот эту длинную цепочку, мы, по сути, энергетически подсаживаем земной шар. Потому что мы все запускаем в отходы. А если вы пересчитаете это, то мы от солнечной энергии берем там, ну, видите, там какие-то тысячные доли, что называется. Вот. И поэтому все умнейшие люди, они давно поняли и, в общем-то, отказались от мясоедения. То есть за этим есть даже вот энергетическая, как бы, так сказать, логика, да, потому что вы утрачиваете энергию первичную, которая была. Ну, кроме этого, мясоедение нерационально, конечно, по нравственности, мы это понимаем. Не было бы боин, не было бы воин, да. В общем-то, человечество по колено в крови только потому, что оно ежедневно запускает кровавый молок по отношению к окружающей среде, по отношению к животным. Ну, я вот просто оставлю вам это в слайдах, не буду говорить, но все великие люди вот говорят о недопустимости употребления мяса в пищу. Вот, давайте следующую включим. Вот все от Льва Толстого до Бернарда Шоуэнштейна, Эдисона и так далее, все об этом говорят. Ну, почему же тогда, тем не менее, мясоедение считается абсолютной нормой? А потому что нет более крутого бизнеса на земном шаре, чем бизнес на продовольствии. И поэтому, когда нам устанавливают нормы на мясо, на масло, на молоко и на многое-многое другое, что запускается? Запускаются схемы бизнеса, потому что человек потребляет пищу каждый день. Вы представляете, какие деньги запущены в оборот? Вот я вам скажу, там тоже, к сожалению, ведь вот от понимания до реализации этих идей очень сложно. Почему? Потому что вся инфраструктура заточена на то, чтобы перемалывать вот это бесчисленное количество мяса. Ну, я купил вот на Псковщине 3 килограмма ржи, заплатил 90 рублей. Ну, проращиваю эту рожь, значит, проращивается, правда, там сейчас это очень просто делается. Но, значит, дополняю это зеленью, там, так сказать, вот то, что есть, особенно тыква там. Орехи дальше в воде замоченные тоже совершенно вкус меняют. Вот. Грибы. Вы не представляете, вот попробуйте, значит, шампиньон сырой, его разрезаешь, это лакомство, ну, просто такое роскошное. Ну, если уж что-то с этим шампиньоном можно намешать. Ну, это действительно просто изумительная еда. Ну, вы понимаете, тогда на еду уходит в неделю 100 рублей. Ну, вот на 100 рублей вот так вот наешь все. Ну, вы представляете, если люди перейдут на такую схему, ну, провалится весь бизнес-то. Ну, вот бизнес держится только на мясе, на молоке и прочее. То есть, опять я хотел вас подвести, что как с жильем. Проблема в чем? Проблема в том, что все заточено исключительно только на прибыль. А не на логику, не на здравый смысл, не на самого человека. И вот я вам советую удивительнейшие вообще вещи. Почитайте, вот я, кстати, сейчас уже месяцев 8, наверное, в каждом журнале Чифтайм выходит моя статья. И в одной из статей недавних, Чифтайм такой распространенный журнал по всей стране. И в одной из статей я сослался, там очень короткий, у меня одна страничка. Я сослался на Академика Уголева. Ну, так редакция, значит, просто они впервые слушают эту фамилию и исправили на Углова. Я говорю, ну что ж вы сделали? Я хотел именно посыл дать, чтобы люди нашли в интернете по этой фамилии. Вот вы запомните эту фамилию, в интернете найдете. Величайшее научное открытие сделал Уголев в 1958 году, которое зарегистрировано в реестре изобретения СССР под номером 15. Оно было настолько уникальное и грандиозное, что он номинировался даже на Нобелевскую премию. В чем существо этого открытия? Уголев показал, что у человека есть две системы обмена веществ в организме или питания. Первый механизм – это тот, который нам с вами известен. Если у вас не хватает в организме кальция, то вы должны, как нас учит телевизор, таблетку проглотить с кальцием. Если не хватает там какого-то вентамина, то съесть морковку. То есть что вы съели, то и вы получите. Вот по логике, как бы так сказать, ныне господствующей, и у врачей, и у специалистов, и у диетологов, и в институтах Академии наук по питанию, у всех одно и то же. Вот что вы съели, то вы и получите. Если не хватает чего-то, то ешьте, вот ищите ту пищу. Академик Уголев доказал обратное. Он говорит, что да, это работает. Но работает и другая система. У нас в организме 3,5-4 килограмма микрофлоры в кишечнике. Микрофлора бывает двух типов. Бывает микрофлора полезная, и бывает микрофлора патогенная. Патогенная микрофлора, она зашлаковывает организм. То есть она выделяет то, чего зашлаковывает организм. А бывает полезная микрофлора, которая выделяет исключительно только то, что нужно нам с вами. То есть ее выделение это любые, как врачи говорят, незаменимые аминокислоты, любые витамины, И даже гормоны. То есть микроэлементы, микроорганизмы, которые у нас содержатся, если они нормально развиты, они способны выделять абсолютно все, что необходимо для нашего организма. Но эти две колонии микроорганизмов, они борются между собой. И вот для полезных микроорганизмов, их проблема в том, что они живут только на природной, естественной, сырой, невареной пище. То есть на пище, которая не подвергалась термической обработке выше 40 градусов. То есть что-то вяленое, вот это да. Но если выше 40 градусов, то там погибают, это называется, энзимы. То есть в живой природной пище содержатся так называемые энзимы. Отсюда, знаете, мезим, да? То есть когда энзимов у вас нет, то вы мезим глотаете. Энзим обеспечивает так называемый аутолиз, или саморастворение пищи. То есть когда пища сама себя переваривает. Это вот пример такой, я вам приведу простенький, с лягушкой. Как лягушка? Появился головастик, да? Вот он плавает. Хвост у него основной инструмент. Потом у него появляются лапки. Так как только у головастика появились лапки, так он прекращает полностью питаться. Но как только организм перестал питаться, так включается режим аутолиза. Потому что в сыром веществе, в любом, в невареном, содержится то, что начинает переваривать само себя. И когда у него появились лапки, то хвост ему только мешает. У организма четкая абсолютно градация. Вот с чего начинать? Чего начинать съедать? Вот этот ненужный хвостик и съедается этим головастиком. То есть он в течение определенного периода времени ничего не ест и питается только своим собственным хвостом. Поскольку он ему не нужен, организм его растворяет и питается. Поэтому когда говорят о лечении голодом, то это абсолютно правильные вещи. Абсолютно понятная логика происходящего. Потому что как только в организм перестала попадать пища, он начинает питаться. Ни один организм не начинает съедать случайно сам себя. Он начинает питаться по очереди. Ну вначале жировые отложения, которые абсолютно не нужны. Потом там, так сказать, какие-то еще другие. Потом опухоли, потом какие-то отложения лишние и так далее, и так далее. Вот это все, ну это очень длительная процедура. То есть до таких лечебных вещей, чтобы дойти, это, ну по крайней мере, это начинается не раньше, чем восьмой-десятый день. И я вовсе не советую никому это делать. Это очень непростая проблема. Сам я в общем-то знаю, но это надо делать аккуратно, с консультантами, так сказать. Особенно выход из голода. Если кто-то занимается голодом, знайте, что выход из голода нормальный, возможен только на сырой пище. Это вот не то, что там кашку надо, еще что-то. Только сырую пищу. Вот когда выход из голода. Сырая пища, она позволяет запустить все эти проблемы. Так вот, как раз академик Уголев, уникальный совершенно человек, он развил теорию адекватного питания и сказал, что если вы питаетесь сырой пищей, то вас накормит ваша микрофлора всем, что вам необходимо. Она полностью вас всем обеспечит. Если вы не питаетесь сырой пищей, микрофлора вся прячется куда? Ни один врач вам не скажет, да это просто лишняя там деталь. Аппендикс. Она скрывается в аппендикс. Там занимает круговую оборону и противостоит как бы вот этой микрофлоре патогенной, которая борется за... Поэтому, когда вы, не, ну что вы, я не могу без мяса. Да это не вы не можете без мяса. Это вас зудит ваша микрофлора. Она требует, дай мне мясо. Я больше ничего не ем. И вы постепенно, значит, мяса все меньше, растительной пищи все больше, этой микрофлоры становится все меньше, она начинает исчезать, и потом она перестает вас беспокоить. Вы мясо не едите, а вам и не надо. Потому что все те, которые ели у вас мясо, вот, и зашлаковывали организм, они просто уже погибли. И осталось мне... Если долго человек, как бы так сказать, то и погибает полезная микрофлора и в аппендиксе. Но восстановить, конечно, ее можно, но надо делать аккуратно, то есть не надо здесь резких движений, надо постепенно замещать микрофлору. Тогда у вас появится другой вкус, другая потребность в пище, и, главное, другое состояние организма, другое самочувствие. У любого человека, вот, нет ни одного случая, чтобы не восстановился вес в том виде, какой он был у него, там, так сказать, в 30 лет. Вот, у меня один из таких самых интересных и богатых людей Литвы, недавно с ним встречался, вот, у него в тяжелейшей форме была подагра, он, говорит, просто уже жизнь не мила. Вот он три года перешел на сыроедение, абсолютно все нормализовалось, любые болячки проходят, но, к сожалению, очень непростое дело психологически. Вот, и, как говорится, от алкоголя отказаться на порядок проще, чем от пищевого алкоголизма, потому что, по сути, это тот же алкоголизм, потому что вот привычка, да, такой наркотик своеобразный. И вот Уголев утверждает, что если вы восстановили полезную микрофлору, вы можете три месяца есть одну морковку и больше ничего, но у вас абсолютно все будет нормально. Точно так же, как у лошади, или там, у коровы, да, которые, извините, коровы уже не ест траву, коровы ест, ну, есть такая книжка, почему коровы хищник, корова ест только ту микрофлору, которая на этой траве развивается. Микрофлора развилась, она ее, хоп, съела, значит, отрыгнула, еще раз запустила, еще, значит, микрофлора практически всю траву сожрала, но и выросла. То есть корова не ест траву, корова травой кормит вот эту микрофлору. Поэтому, как только мы научимся кормить свою микрофлору, то себя можно будет не кормить. Так, дальше-то у нас что? Ну, это уже у нас было, давайте дальше поехали. Здесь я очень кратко, просто, опять же, оставлю просто вам координаты некие. Вот Рушель Блаво, он возглавляет Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт традиционной народной медицины и музыкальной терапии. Прямо вот музыкальная терапия. И, в общем-то, конечно, музыка, это очень серьезный инструмент воздействия. Вот китайцы, я вам приведу такой пример, они это понимают. Любой школьник, поступающий в школу, в первом классе, должен определить, на каком музыкальном инструменте он будет играть. И к окончанию школы он обязан играть на этом инструменте. Самый главный урок в школе, который должен быть, это урок пения. Потому что пение, одно дело, слушать музыку. Вот эффект, когда вы слушаете полезную музыку, и эффект, когда вы поете, это, значит, ну, как бы, если так, допустим, работает на 5% звук, то когда вы поете, то это будет на 65%. То есть это просто совершенно... Когда человек поет, это самая лечебная процедура. Как бы. С вибрацией. Да, у него, вот, поэтому вот это просто, я вам тут не буду на этом останавливаться, но каждый музыкальный инструмент, он действует на определенную, в общем-то, точку нашего организма. Ну и в свою очередь, на следующем слайде, конечно, вот, уничтожающая музыка. Видите, сами же, это цитаты у меня из Битлз. Наша музыка способна послужить причиной эмоциональной нестабильности, дезорганизованного поведения, восстания и даже революции. Или вот, следующее высказание, Роуэлл, Хорт. Хватайте их, пока они молоды, сломайте их умы. То есть, да, почему? Как отличить вредную музыку от полезной? Вы, наверное, помните, что полезная музыка, у нее доминирует мелодия, а ритмика лишь отсиняет мелодию. И вредная музыка, у которой только бум-бум-бум, ритмика на первом плане, а мелодию вообще не поймешь. Она дробит сознание и извращает песню. Вот. Вокалотерапия очень важна, как я говорил, и на душу и дух человека воздействует именно народная этническая музыка и песнопение. Ну, не случайно, вот я здесь привожу, что как только человек заболел, что у него? Голос садится сразу, да? Слушай, ты не заболел? Ну, моментально сразу, первое, что... Вот. Ну, это тоже я не буду... Просто у меня очень много иногда вопросов задают, а какой звук... Вообще, поэтому вот я вам привожу здесь вокалотерапия, какой звук гласный, что учат русский язык, он не случайен, он именно... Звуки издавались те, которые воздействуют на определенные части тела, точно так же согласные наши звуки тоже действуют на нас. Ну, и вот, наверное, может быть, такую последнюю тему, как важнейший индикатор нашей глобализации, я, может быть, хочу обозначить, это, конечно же, деньги и расставщичество. Вот самое главное, никак это не донести до очень умных людей и наших даже союзников. Никто... Сейчас очень много появилось разного рода статей о расставщичестве. Если вы не видели, сейчас в нашей прессе вот борьба с расставщичеством объявлена. Но что под расставщичеством понимается? А вот у нас средний процент 15, вот это не расставщичество, а вот некоторые дают там под 100 процентов. Вот это расставщики. Ничего подобного. Расставщичество и абсолютно не зависит в количественном отношении. Это качественное явление просто. Это когда деньги порождают деньги. И не важно, под 100 процентов, под 200, под 10 или под полпроцента. Просто это когда деньги, которые обеспечивают доход. Вот об этом очень ярко сказал Аристотель, что есть деньги, у которых родители труп, а есть деньги, у которых... Нельзя как-то не успею. Да, родители сами деньги. Вот. Ну, дальше просто пролистаем. Ну, это я вам просто, что есть позиция Ватикана уже, видите, говорит, что надо бы перейти на эти самые, на исламский банкинг. Вот данные по инфляции, я, может, уже и раньше вам приводил. Вы посмотрите, нас лечат чем? Что не может быть судный процент ниже инфляции. А как же, извините, в Соединенных Штатах он в 13 раз меньше, хотя ставка-то и там 0,2, а инфляция-то все-таки 3,15. А сейчас все держат ставку 0,1, а у нас по-прежнему мы объясняем инфляцией. Вот поэтому это абсолютная ложь. Ну, вот, вы знаете, наш университет Шеймуратова заключил договор. Ну, и пример такой. Увеличение товарооборота в течение двух лет в 12 раз после выпуска собственных денег. Вот они, Шеймуратики, напечатали денег не хватало. За два года в 12 раз мне говорят, вы что, призываете к развалу страны, к созданию местных денег? Я призываю к тому, чтобы те, кто имеют дело с финансами страны, поняли, что сдерживает экономику и развитие нашей государственности сельского хозяйства и промышленности. Вот вам пример. Стоит напечатать деньги, а их в нашей стране должно быть, по моим оценкам, по крайней мере, в 10 раз больше. И все пойдет точно так же, как в Шеймуратова. Напечатали деньги, и в 12 раз вырос товарооборот. Ну, любопытно уже, что, посмотрите, даже Ольга Голодец заявила, что такой сложившейся практики, как в России, когда по уровню зарплаты лидирует финансовый сектор, нигде в мире больше нет. Вот отсюда и потом, когда смотрим поддержку сельского хозяйства, 57% это идет в банке, хотя считается сельским хозяйством. В результате, вот на следующем слайде, у нас, как раз то, о чем мы говорили, на развитие всей страны, то есть, это программа развития, территориального развития страны, до 2020 года федеральный бюджет выделяет 90 миллиардов рублей. Прибыль Сбербанка, ежеквартальная, тоже 90 миллиардов рублей. Мы говорим, у нас нет денег. Да есть деньги. У одного Сбербанка, если прибыль забрать, то в 26 раз можно увеличить. Ну, на следующем слайде, я просто вот, в средние века, вы знаете, не было судного процента с 10 по 13 век в Европе. Мощнейший был прорыв, настолько развилось сельское хозяйство, водяные мельницы, мука, масло, просто потому, что деньги за хранение их банки нужно было платить и сохранить их можно было только в таком производстве. Ну, Менделеев, я часто привожу, значит, приводит статистику всех цен за 100 лет и в течение 100 лет с 795 по 895 год цены неуклонно снижались и в среднем за 100 лет снизились в 1,7 раза. И тогда у нас не было бы проблем ни с пенсией, ни с производством, ни с чем. А вот отношение денежной массы, я тоже вам эту цифрую. Это вот как раз эмиссия доллара, видите, вот, начиная с 2008 года, посмотрите, здесь сколько у нас и посмотрите, вот этот уровень, да, он существенно больше, чем за 100 лет. Вот, это как раз увеличивает нам знаменатель, а мы спокойно наблюдаем это и не говорим об этом как о воровстве. Вот, пожалуйста, отношение денежной массы к валовому внутреннему продукту. Вот наша страна, почему она и никогда не может развиться в принципе, пока не увеличит денежную массу. Вот это отношение, оно должно быть в любой стране, ну потому что М2, это денежный агрегат, М2, валовый внутренний продукт. Поэтому не важно, страна очень маленькая или очень большая, это отношение всегда должно быть одно и то же в нормальной государственности, потому что, ну если маленький ВВП, то соответственно и маленькая масса, большой ВВП, большая масса. Но отношение должно быть везде одно и то же. Но у нас, видите, в 10 раз меньше, чем в Японии, и в 10 раз, почему Китай, посмотрите, как развивается, а потому что у него это отношение, вот начали они расти с 90-го года, а мы наоборот начали падать. Вот и весь секрет, если говорить о деньгах. Ну а завершить я просто хотел еще раз напомнить вам, потому что тоже часто спрашивают, а где найти, поэтому если еще кто-то не нашел, вот все такие концептуально значимые ориентиры обозначены Ивановичем Путиным еще в 2000 году. Вот здесь у меня приводятся адреса в интернете, где он жестко поставил вопрос о необходимости национализации Центрального банка. А вот его выступление послания Федеральному собранию, где он говорит о необходимости организовать торговлю газом, нефтью, лесом за рубли. Однако ВОЗ и ныне там. Вот, то есть, вот это те вопросы, на мой взгляд, которые мы должны активно продвигать в общественное сознание. И когда это будет понятно не 2% населения, как сейчас, так, по моему, оценкам, не более того, наверное, вот, то, а хотя бы процентов 10-15, это поймут, то тогда ситуация может приобрести необратимый характер. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы, вот, прежде всего, человек становился человеком, и некоторые вещи, вот я привожу часто, что, ну, хотя бы до уровня животного мира хотелось бы подняться, да, мало кто знает, вот я говорил про пение сейчас, да, ведь, вот я-то помню, когда я учился, у нас уроки пения были, я, правда, тогда по глупости своей не понимал, зачем это, уроки пения какие-то, еще историей это было понимание, я помню прекрасно все праздники деревенские, русские, ни одного праздника не было, чтобы вот там в течение двух часов песни, вот все песни народные там, они вот хором все сидели за столом и пели песни, это всегда, без этого просто я не помню ни одного праздника, вот, а поэтому думаете, почему соловей по весне так поет, что делать нечего, ну, соловьи как раз эти вещи понимают, в отличие от многих мужей наших, да, потому что соловей поет только тогда, когда самочка сидит в гнезде на яйцах, и когда она высиживает птенцов, то соловей, понимая, что нужно заботиться о будущем своих детишек, вот поет, и для нее, и для детей своих будущих, а если соловей не поет, то птенцы появляются безголосые, вот, и вот соловью это понятно, а нам, к сожалению, это непонятно, и когда, вот, я пытаюсь вот своим студентам, когда они живут, семьи создают, чтобы вот хотя бы такие элементарные вещи понимали, вот, а когда девочка будет, понятно, что у нее будет заблокирована воспроизводственная функция у ее потомков, потому что не может как бы плод воспроизводственную функцию нормально сохранить, если мама живет в газовой камере, да, природа так устроена, если развивающийся ребенок чувствует, что мама дышит не воздухом, а в газовой камере, какой смысл в продолжении рода? природа сама пресекает такие родовые линии, ребеночек-то родится, но он уже из пробирки только может потом завести детей. Вот очень много, к сожалению, таких очень простых, как бы понятных вещей, все они сокрыты, точно так же, как сокрыты идеи Уголева, сокрыты большими деньгами и нацеленностью на текущий крутой бизнес. Спасибо вам за внимание, так вы внимательно слушали. Если есть какие-то вопросы, я стараюсь такие, может быть, неконкретные практические вещи увидеть. В правильном вере в Богу, особенно по части, как он устроил человека и устроил человека на земле, как мудро, как мудро, как мудро. Отсюда следует, с неизбежностью, что основной составляющей является этнос, который переносит генетическую линию, о которой вы так много говорили, плюс территория обитания. В связи с этим встает вопрос о нерусском слове национализм. Значит, в работах авторов такого коллектива вторая половинка к определению слова националист. Это человек, который осознает уникальность, назовем лучше мы не уникальность, что несет оттенок исключительности, самобытность, самобытность культуры своего народа и все. Вот в словаре Вебстера на этом все и заканчивается. Там, правда, проще написано. Человек, который любит свою культуру и свой народ. Вот так. И все. Но это неправильно. А в определении авторского коллектива дается и не относится также к другим культурам, стало быть, к другим национальным. Причем вы даже пение, которое должно быть этническим, собственным этническим, не чьим-то этническим, а собственным упомянули. Вот как это так получилось? На каком основании, так сказать, в определении национализма появилась вот эта отрицательная часть в работах. Появилось, откуда появилось отрицательное отношение к другим народам. Ну, правда, надо сказать, что и в словаре даже 92-го года говорится, что национализм, слово иностранное от французского, это идеология и политика, основа которой идеи национальной исключительности и национального превосходства. Трактовка нации как высшей формы общности. Вот очень интересно. А между тем у нас высшая форма общности цивилизации, в частности, русская цивилизация, а отнюдь не нация. Но, тем не менее, вернемся к первому вопросу. Каким образом, значит, в определении авторского коллектива появилась негативная часть? Она, конечно, существовала и в советское время. Национализм продавался так. Понимаете, можно действительно разного рода найти определения, и каждый волен истолковывать любое явление так, как ему это видится. Ну, соответственно, в представлениях авторского коллектива там и изложена точка зрения авторского коллектива. то есть, как они считают нужно определять. Ну, вот, я в своей книжечке «Курс эпохи Водолея» там тоже даю все определения, но они, по-моему, абсолютно идентичны, значит, тому, что дается авторским. Мне кажется, здесь вполне естественно. Значит, начинаем с чего? Значит, патриотизм. Ну, патриотизм, что такое? Это не ругательное слово, но мы говорим, что патриотизм, это когда человек ценит все свое самобытное, но в равной мере любит и ценит все окружающее. То есть, он не считает... Существует первое. Да, ну, ну, вот, а национализм, это когда он себя-то ценит, а всех остальных видит мелко уже. Он считает, что остальные не такие, как он. А нацизм, это когда он готов остальных вообще уничтожать, потому что они не хуже его. Но нацизм, вообще-то, немецкий фашизм. Ну, нет. Вот, видите, вот здесь как раз мы с вами должны четко чувствовать разницу, по крайней мере, в нашем понимании. Здесь очень много путаницы. Но вот смотрите, нацизм, нацизм, это что такое? Это, вот эта цепочка, патриотизм, вначале мы говорим, потом национализм, а потом нацизм. Нацизм, это, к фашизму никакого отношения вообще не имеет. Нацизм, это исключительно национальная, как бы, характеристика, она обусловлена чем? Что человек считает себя особым, по национальным признакам, и считает все остальные настолько никчемны, что их просто нужно физически уничтожать. Нацизм считает, что допустимо уничтожать людей, которые вот, не арийцы. А фашизм, это совершенно другое явление, оно к национальностям никакого отношения не имеет. Вот страна с наиболее развитым ныне фашизмом, это Индия, к примеру, но там же национализма вообще никакого нет. Что такое фашизм? Фашизм, это когда организована некая система, почему в Германии был фашизм? Хотя был и нацизм, но был и фашизм. Но они, фашизм в Германии к чему сводился? Проводится некая линия. Тогда линия глобальными банковскими кланами проводилась на столкновение России с Германией во имя будущего процветания доллара. То есть нужно было столкнуть. И Германию вели на эту бойню. Но вел на эту бойню их Гитлер, а немцы все как один дружно поддерживали того, кто их вел на уничтожение. Вот в чем суть фашизма. Суть фашизма в том, что толпа маленьких угнетенных людей поддерживает того, кто их и ведет на уничтожение. Вот в Индии, к примеру, 200 миллионов так называемых little people. Little people они считают себя маленькими людьми. Но они их полностью все устраивает. Они за тот режим, который работает. То есть это и называется фашизм. Когда вот эти все угнетенные люди круче всех других поддерживают тех, кто их угнетает. Одналогичная картина, возьмите час быка. У Ивана Анатольевича Ефремова, помните, долго живущие, коротко живущие. Коротко живущие живут там, весело, в 35 лет их всех уничтожают. И когда наши хотели изменить этот порядок, кто противился прежде всего этому? Гжи, коротко живущие. Нет, мы не хотим, мы хотим так. Вот это и есть фашизм. Они были патриотами своей системы. Они были организованы в системе фашизма. Когда их реально насиловали, угнетали, но они горой стояли за эту систему, она их устраивала. И это самое печальное, когда человек утратил свое человеческое. Он превратился в биоробота, который... Дело в том, что патриотизм относился к отечеству в большей степени. А вот то, что называет национализм или любовь к отеческим гробам, о которой говорил Пушкин, относилось к родине, скорее к духовному понятию, чем к государству. Поэтому если мы называем человек, назовет себя русским патриотом, то это все равно, что российский патриот. Один к одному. Русский мы же тоже не считаем, что русский это национальность. То есть русский это более широкое понятие. Русский это все-таки мировоззрение. И поэтому конечно здесь... Русская культура, основанная на русском языке. Да. Русская культура, русский язык это цивилизационный скреп. Это не национальный скреп. Это скреп цивилизационный. И через 25 лет весь земной шар будет говорить на русском. И все станут русскими. Говорить-то он будет на русском языке. Но тем не менее представители русского народа жившие на своей земле они в генах несут и свою культуру этническую, которая не будет распространена это единственное что и несет человечность поэтому нам надо чтобы в конечном счете все стали русскими а националисты наши иногда говорят нет вот мы русские нам надо создать свое государство ну они как бы принижают миссию они говорят мы никого не пустим в русскую культуру но государство однако говорит вам нужна земля для того чтобы вы развивались землю вы не получите вы обязаны купить вот что сказал ваш государство а вот за счет патриотизма когда вы говорили что любовь к родине любовь к государству я бы с осторожностью разделял эти вещи потому что я например не мыслю как можно любить значит родину но не любить своего соседа да не любить собратьев своих как бы так сказать не идти на подвиг во имя там детей которые даже не твои которые тебя окружают то есть вот это все оно не раздельно любовь к человеку прежде всего в основе да любовь к человеку а русская культура это любовь ну помните как Путин говорит вот любовь ну всегда устремленность что-то далеко в будущее к Богу я вам как раз вот это ну вы слышали эту цитату Путина он сказал американская мечта она же ведь совершенно другая там как бы она говорится как бы не поголодать а я вам скажу конечно вот это для меня была картинка просто фантастическая я увидел вот эту американскую мечту в Южной Корее вот за подробности извините но когда входишь в туалет то там значит унитаз а на нем вот сбоку здесь справа вот такой вот пульт и там порядка 15 кнопок и написано вот крупным шрифтом американский стандарт вот мечта американца значит горшок с 15 кнопками там значит подогрев повыше пониже помыть побрыть ну я не знаю там я не знаю у нас мешку поставил на американцами да у нас мешку над американцами нет нет почему это реально просто нет нет продукция выпущена в Америке и написано американский стандарт просто американ стандарт ну это марка просто как бы так сказать обозначено что такое сооружение вот уникальное американцы изобрели но я не знаю если бы будем вот устремлены в эту сторону вряд ли это правильно будет мне кажется Виктор Алексеевич а вот то что идет процесс через опять мир внутри России обозначается обозначается что через Белоруссию через Таможенный Союз потом через Восток то что значит Путин да Китай поездил тоже в Вьетнам там вот эту всю цепочку захватывает что развитие в этом плане здесь суперсистема российской цивилизации она разрастаться оттуда будет заворачиваться ну мне кажется что вот сейчас то у нас внутренние что называется внутренние суперсистемы как мы сейчас говорим эпоха глобализации да когда уже размер товара оборота собственный в стране сопоставим всегда с размером товара оборота всех других стран и конечно же сейчас надеяться на локальные перемены даже если смотреть на нашу страну как на суперсистему то это не даст нужного эффекта нам нужно конечно синхронизировать это с процессами на сегодня в гораздо больших масштабах потому что нам нельзя допускать изоляционизма даже очень умного даже если мы очень умные и очень правильно что-то делаем то надо чтобы не только мы так делали иначе нас не поймут вот поэтому ну и вы знаете старую истину которая в психике нашей жива все-таки и в умах там большинства наших теоретиков и государственных деятелей что в своем отечестве пророков никто не ищет поэтому мы тоже иногда целенаправленно забрасываем какую-то информацию во внешние сферы чтобы потом из Европы или из Китая или из Казахстана какие-то пришли умные идеи в Россию это самый ближний путь а еще плюс прикс вот эти что-то сейчас тишина пробрится пошла ну конечно сейчас видите так или иначе идут интеграционные процессы и конечно очень многое делается для дискредитации этих процессов для пошлений для мотивизации и так далее так что тут это не просто чья-то недоработка чья-то вина но с другой стороны и проблемы то видите какие вот я посещал Белоруссию не так давно да ну и что по Минску едешь уникальнейший город вот едешь я впервые был в Минске ну что закончился да нет не закончился как не закончился так все леса, поля и все нет проезжаешь пару километров опять в Минске то есть там просто включены огромные реалы озера там леса там все внутри Минска но проезжаешь Белл-Свис-банк там все швейцарские банки значит а процент какой 35% и что мы сейчас делаем мы даем значит кредит сколько там 35 миллиардов сейчас украине 2 нет Беларуси 2 а Украине 17 нет так вот эти деньги вы думаете куда в конечном счете перетекут да через этот судный процент они уйдут в Швейцарию в том числе и наши деньги и хотя Лукашенко вчера вот стучал себя кулаком в грудь что вот вы дали нам 2 миллиарда вы не думаете что мы проедим да они не проедят это все в Швейцарию уйдет конечно он будет там пыжиться там народ работает с утра до ночи и народ трудолюбивый и организовано все прекрасно и прочее а никак к достатку не подойти почему да потому что они кормят швейцарских банкиров они не насытны извините под 35% кредитовать это нужно просто кто-то пользуется этим кредитом рассудок потерять то государство или кто каким кредитом вот этим кредитом под 30% нет нет я имею в виду ставка кредитования сегодня в Белоруссии вот когда я был я спросил а какая у вас учетная ставка Центробанка под что 35% мне сказали поэтому как бы вы и там не работали у вас всегда вампиры в виде кредитно-финансовой системы всю вашу прибыль будут снимать и вам будут оставаться крохи на проживание а у них что Центробанк также отделен государством ну конечно ну а как а как же еще они самобычайно выгибались Виктор Васильевич я хотел бы отметить что вот ваша идея предложение о создании пушкинского такого центра клуба клуба то есть это настолько новое и мы видим что это может быть иметь такое серьезное продолжение влияния вообще на геополит потому что само имя и сам центр он уже может быть объединяющим и самонаправленность то есть объединение цивилизации еще немножко скажите про это ну собственно видите что сказать сказать пока рано это именно вот идея которая совсем недавно вызрела и это не более чем пока мысль идея ну как вы знаете в начале было слово поэтому я значит говорю об этом с большой надеждой потому что ситуация уже созрела говорю это с надеждой что эта мысль будет услышана принято поддержана потому что ее невозможно реализовать нормально там так сказать одному двум там или трем людям это надо чтобы вот именно формировались какие-то эгрегориальные сборки на эту тему поэтому я обращаюсь ко всем присутствующим здесь что любые соображения на эту тему были бы очень полезны причем иногда ведь вот самая казалось бы такая простенькая мысль она может оказаться очень значимой в какой-то сборке вот поэтому ну да вот мы посмотрели материалы допустим Валдайский клуб да там Запад там так сказать учит нас жить в основном и Сборский клуб да вот ездят по всей стране там мы же видим на чем они базируются и проблема в том что они не способны преодолеть некие такие базовые вещи и нам не надо никому противостоять мы просто имеем по большинству вопросов меру понимания более высокую вот основной вопрос я считаю какой нужен для этого клуба это вопрос вот религий нам нельзя противостоять ни одной религиозной линии ничего допускалось вот в прошлом это абсолютно глупость когда мы начинаем там с попами бороться там еще с чем-то там оскорблять ничего подобного мы должны вот в этом клубе каждому виду религии сказать огромное спасибо за то что они делали потому что ну я это говорил вот по-моему в этом на Селигере что в наш жестокий век век крови и меча на трон земли посадил банкира героем сделал палача тем не менее церкви всех вероисповеданий сохранили веру в Бога что хотя бы веру в то что что-то такое над нами есть что не только деньги не только секс не только магазины есть нечто что по крайней мере они заставляют на эту тему задуматься но мы не должны противостоять никому из них мы говорим ребята отлично вы сохранили в самое жестокое время но давайте сейчас на следующую ступеньку приподнимемся давайте попробуем перейти от веры в Бога к вере в Богу в любом вероисповедании такой переход возможен вы верите в Бога ну и слава Богу а теперь давайте верить в Богу то есть а что такое вера Богу а это уже изменение собственной алгоритмики поведенческой это вера в то что если я буду вести себя по-божески то Бог тогда создаст вокруг меня нормальные условия нормальные случайности а если я вдруг поступлю не по-божески то я тогда получу по голове через случайности вот во что нужно поверить и это в равной мере могут поверить в это и христиане и мусульмане и иудеи и там кто угодно вот поэтому задача нашего клуба выйти ну как можно объединить человечество вот проханов скажем когда православие и только на нем а что делать в нашей стране с мусульманами сейчас же уже додумались чуть ли не там православие там в школах преподавать ну мы же расколем страну разве можно говорить о глобальном будущем человечества опираясь на одну из сотен религий да только в одном христианстве там порядка четырехсот направлений там ну какое же тут единство давайте мы на православие всех будем воспитывать ну нонсенс я согласен какие-то местечковые проблемки можно решать но если говорить о том что ребята ну сегодня же уже надо подумать о земном шаре в целом ну это же это же такая такой маленький космический кораблик на который мы с вами летим мы там его сейчас за час облетаем что там и какой смысл тогда говорить о каком-то нашем великом самостийном давайте искать скрепы которые бы объединяли человечество все да русский язык это да потому что он символный потому что да вот как не посмотришь русский вот русский язык да там же каждый звук каждый слог это все буквально содержательно вот мы говорим три да мне этот самый задорно говорит а вы что не знаете откуда произошли американские некоторые слова ну три допустим они же все цингои болели беззубые были вот выбейте человеку зубы и попробуйте чтобы он вам сказал три он скажет это по-английски три три вот и все и так и другие там так сказать слова маленький да переписывается буковка и получается с маленький с мол да и так далее и так далее Драгункин там это в общем поэтому да русский язык это только в русском языке единственное мы каждый день поминаем Бога да кто найдите вы в каком-то языке чтобы каждый день по сотне раз напоминали Бога что такое спаси Бог спаси Бог мы же говорим спаси Бог человек тебе сделал добро ты говоришь спаси Бог спаси Бог спаси Бог и так сотню раз на дню а что вы в английском thank you да ну ничего а где у них доллар Бог у них только на долларе и все вот поэтому Виктор Алексеевич можно вот Марков вот идея действительно Кошкинского куба это великолепная идея потому что так судя по интернету есть очень многие высказывания очень разумные возврат к библейскими ценностям для нашей страны мы все атеисты фактически 90% хоть там многие ходят в церковь но я знаю как они все равно атеисты нужна объединяющая идеология православие было объединяющей религии на всей территории страны всех у мусульман у всех религий есть одни ценности библейские пусть и даже те коммунисты которые были в советское время они смеялись что переписаны с религией но они же их соблюдали вот поэтому если Пушкинский клуб готов вырабатывать вот такую объединяющую идеологию на библейских ценностях или с ними или еще что-то это было бы просто великолепно нет ну там только надо понять что на каких-то ценностях прошлого мы ничего нового не создадим мы только расколем мир дальше если мы будем или на библейских а второй будет на коронических а третий будет на бультистских эти все имеют единые ценности эти все религии ничего подобного вот это это глубочайшее заблуждение если не говори что полностью не-не так а вот в том-то и дело то вы посмотрите начиная с обрядности начиная с обрядности у всех религий главное это обряд вот главное лбом там оппол и там а мы-то говорим что надо ну вы же знаете прекрасно вот здесь большинство-то на 90% знают что по всем вопросам библии и коран прямо противоположны по всем базовым вопросам первое расставщичество библия это пропагандирует как основной инструмент управления человечеством коран говорит что это самый страшный грех библия говорит что христос там много ел и пил вино коран говорит потребление алкоголя самый страшный грех библия молчит об этом коран запрещает азартные игры ну и многое-многое другое то есть они в действительности по значимым социальным вопросам они прям противоположны а все остальное это прикрытие да вроде мы там библия воровать нельзя но надо воровать тихонько чтобы никто не заметил через судный процент и вот посмотрите поэтому это ловко и все-таки надо искать объединяющие во всех религиях объединяющие объединяющие одно Бог только не религии как только мы будем объединяться через религии через религии уже мы тысячи лет объединяемся Бог можно что-то говорить Бог Бог говорит только с человеком не нужен посредник никакой как только мы уберем посредников как воцарится что? Бога держали не было посредника но люди жили нравственно их евреи так вот я и говорю попытки не нужны в перспективе сейчас не надо обижать но надо сказать что ребята вам спасибо сейчас мы и сами разберемся откуда они вот поэтому с церквями надо конечно очень аккуратно это сейчас важнейший государственности ни в коем случае нельзя там так сказать оскорблять там выезжать проблемы просто нужно строить свое строить свое на Боге непосредственно нам нужно не православие не мусульманство не ничего и а нам нужно Бога державе обращение каждого человека построение царства Бог это единый для всех живущих на земле творец и вседержитель тот кто создал тварное мироздание он один для всех и для белых и для русских и для немцев и для негров просто Бог это Бог это физическое явление это это надмирная реальность которую нам не дано познать впрямую но он един для всех живущих он что-то говорит вы что думаете если вы хотите сказать что там все хорошо вы почитаете почитайте книгу второзакония вы придете в ужас ничего более жестокого я в своей жизни не читал там написано как уничтожать людей что уничтожать нужно всех и детей и женщин и стариков что потом нужно только оставлять немножко чтобы дикие звери вас не съели ну то есть что мы там говорим это же все в одном переплете хоть это и ветхий и заветный в одном переплете вот в самом начале лекции вы показывали схемочку и банк для таможенного союза для валют вот это предложение вы куда-то выносили или только где нет я выносил это да вот и в переговорах с казахстаном и с китаем а это на китайском языке уже изданно это в китае это находится и эпиграф к этой работе он у меня какой вот и вообще эпиграф вот я вот хочу сказать вот женщине которая говорила вот что должно быть на этом клубе эпиграф я вам хочу прочитать который должен быть на мой взгляд на знаменах этого клуба что было до нас и что мы пропагандируем и то что этот эпиграф у меня к этой статье по деньгам единство возвестил оракул наших дней вот доллар и Соединенные Штаты нынешние единство возвестил оракул наших дней быть может спаяно железом лишь и кровью но мы попробуем его спаять любовью а там увидим что прочней а что такое любовь это люди бога ведают что такое любовь по русски в русском языке каждое слово оно содержит спаси бог спасибо любовь люди бога ведают любовь это не когда там это самое по телевизору показывают это когда люди значит бога ведают и тогда у них отношения складываются любовные человеческие они складываются на всю жизнь а не на одну ночь поэтому вот пожалуй девиз нашего клуба должен быть вот таким потому что сегодня единство есть но оно появится исключительно только железом и кровью как только где-то что-то Югославию разбомбили еще стало хуже доллару разбомбили ирак еще что-то только кровью больше ничем а это не долговечно хотя это может длиться столетия но столетия это еще не история сейчас готовится новый учебник по истории для школ по старым учебникам мы знаем есть династия Рюриковичей есть мнение других ученых что не было такой династии которая у нас династия закончилась на Иване Городне мы говорим что это династия Олеговичей а не Рюриковичей ну я думаю понимаете вот мне кажется что вот такие значит нюансы не в них может быть суть там Олеговича и Рюриковича а дело в общем-то вот в сути происходящего потому что мы должны понимать что происходило при Иване Грозном по-крупному и не просто Ивана Грозного видеть а видеть социальные явления которые проходили в то время когда укреплялась Русь когда так сказать все делалось во имя народа и поэтому этот режим ненавистен потому что тогда всех мироедов и всех как бы так сказать ростовщиков их так сказать прижимали вот сегодня он не угоден поэтому я честно говоря так ничего хорошего пока еще не жду от этих учебников потому что на уровне вот таких обобщений мировоззренческих на уровне обобщений на уровне явления а вот там будут разбираться кто там кто кого породил кто там кому родственник и выходить вот на такие совершенно несущественные моменты вот конечно не просто написать единую историю ее можно написать только с позицией конкретной концепции вот если у вас концепция расставщичества и значит прибыли транснациональных корпораций вопрос номер один то тогда все события будут истолковываться с точки зрения того как эти интересы соблюдались ранее если они соблюдались хороший режим если они прижимались плохой режим если вы посмотрите на эти вопросы с позиции концепции общественной безопасности то получите прямо обратно то есть все кто у вас был со знаком плюс они окажутся со знаком минус поэтому история не может писаться по как бы так сказать по сказкам басням и тому как это делается сейчас в начале концепция в начале культура потом концепция а потом уже история вот когда концепция определилась когда с позицией этой концепции то что делал Иван Грозный и то что делал Сталин это были великие люди с позиции конечно концепции расставщичества и интересов транснациональных корпораций они ужасные люди потому что Сталин единственный кто не вошел в состав международного валютного фонда ну а как а как же грабить Россию вот и терпели до 90-го года аж кому же это понравится столько столько времени значит ну хотя мы в Китае когда говорили они там все задавали вопрос как же так вот Советский Союз вот так раз в одночасти рухнул мы говорим да нет Советский Союз не в одночасти рухнул Советский Союз разрушали ровно 40 лет разрушение Советского Союза началось в 1953 году убийством Сталина вот и наиболее наибольший вклад в развал Советского Союза внес троцкист Хрущев дальше его линию продолжали уверенно и надежно известные его преемники а завершил эту линию не менее яркий троцкист Горбачев который вот ну как бы Хрущев Горбачев это близнецы братья все слова одно дела все прям противоположные поэтому 40 лет разваливали нашу государство и эта линия была неуклонная она не на йоту вот как начали с 1953 года это какие же глобальные были заделы что 40 лет было не развалить еще и Ельцин постарался он тоже расхист еще один Виктор Ильич семья и образование вот сейчас поколение уже перестройки уже родившиеся как вот сейчас алгоритмик идет в семье развивается положение провестируется ну вот вы же понимаете что и доступность ее главное к этому пониманию чтобы не получили то если предыдущие знания уже не можем освоить говоря уж о настоящих мужчинах нет ну то что понятно что семейный институт это самый главный это самый главный оплот государственности вот понимаете ничего более мощного чем семья нет вот возьмите ну я просто на примере своей семьи скажу вот сколько угодно там вкладывается миллиарды как бы так сказать долларов и в спаивании и в то и в то но у меня нет в семье ни одного человека кто бы в течение жизни сделал глоток алкоголя или глоток табака вот вам что такое семья да а кто еще может кто еще на такое способен только семья вот и поэтому именно институт семьи сейчас подвергся самым мощным воздействиям что разваливается прежде всего так это семья и что посмотрите значит развал идет какими способами прежде всего как всегда самое мощное это терминологический аппарат живут не в браке как это называлось раньше сожительство правильно вот как-то так не очень красиво это называлось и не очень люди могли похвастать что а у тебя есть муж да нет там сожитель да вот что получилось придумали надо же такое придумать гражданский брак да извините гражданский брак для этого есть бюро записи актов гражданского состояния и все гражданские состояния они в ЗАГСе регистрируются а никаких гражданских браков не бывает гражданский брак это извините придумка такая очень красивая и вот вроде так очень красиво а я живу в гражданском браке ну гражданский брак ну как сразу же на подсознательном уровне это что такое серьезное потому что все знают что все серьезные акты заключаются в бюро записи актов гражданского состояния вот и все вот вам мелочевка казалось бы с которой началось а потом дальше уже пошло поехало и сейчас значит уже вроде неприличным считается значит сохранять семью каждый считает своим долгом значит завести себя а женская половина какая ротина ну а женская половина конечно в основе в основе будущего все таки не мужчины а женщины вот потому что женщины они берегини рода основные и именно на женщине лежит ответственность за далекое будущее на мужчине лежит ответственность за короткое будущее здесь обратная ситуация вроде мужчина вот как мы говорим по распределению как мозгов но реально на будущее работает женщина почему потому что первые 2-3 года ребенок проводит 90% времени с мамой и именно в этот период закладывается будущее ребенка после этого его можно только переделывать и перевоспитывать но уже невозможно ничего изменить уже он сформировался как личность вот поэтому пока мы с вами не заведем Елен Прекрасных и Василис Премудрых которые нам нарожают соответственно детишек уже следующего поколения мы с вами ничего не изменим Виктор Виктор Васильевич вот какие в мире религии именно сдерживают женщину и обязывают заниматься воспитанием серьезно ну видите как сказать вот религии они все они сдерживают но сдерживают от чего и какие создают условия конечно но вы знаете что многие восточные страны ислам там действительно через религию многие там так сказать и целомудрие сохраняют и семейную верность и запрет на алкоголь жестко вот это действительно через прежде всего восточные восточные цивилизации да этому подвержена а запад прямая противоположность наоборот считают что это норма но там свои опять же свои причуды и свои проблемы поэтому конечно нам надо выход искать не через религии а через Бога вот потому что Бог он для всех один и именно Бог люди которые понимают Бога они понимают что ну если я творение Божие Бог меня разумом наделил то он запрещает уродовать себя правильно что значит жить по-божески это не причинять вреда себе прежде всего что такое жить по-божески не причинять вреда себе вот и все поэтому если человек верит Богу и живет по-божески то ему религия не нужна он просто Бога боится не нужна вопрос давайте заключить вопрос ваше время вопрос можно Виктор Алексеевич есть такая теория что у каждого человека есть половина половина вот в Питере есть такой центр на загородном сорок он называется культурно-последический центр Санэр там есть такая теория что у каждого человека есть космическое имя половина что человек создан не на земле а где-то там в салюте ну я бы я бы сказал это вот в своем мысли понимание я не считаю что как-то у каждого человека есть половина а у каждого человека есть душа то есть когда мы говорим я то нельзя отождествлять я себя не отождествляю с этой коробкой мне вот сейчас дана вот эта коробка но это не я это тело а я это душа это человек это единство тела духа дух это биополя их вот можно потрогать просто почувствовать дух и наконец вот это я или душа душа это фрагмент надмирной реальности то что частичка бога если угодно и когда мы говорим идет смерть это не смерть это просто перевоплощение душа то есть я перехожу в некую иную ипостась и как вот женщина здесь спрашивала бог как понять бога ну знаете как мы можем понять бога это я вот где-то уже приводил этот пример вот представьте себе два близнеца там в утробе матери находятся и вот они там живут и все вот вся их вселенная они живут и вот общаются как-то друг с другом и один говорит что надоело все это нахрен там и прочее надо типа ну как пить начать или еще что а второй говорит не нет у нас же есть мама у нас будущее большое какая мама да ты о чем ты говоришь какая мама но где ты маму-то видел да мама здесь она вот рядом с нами она вокруг нас да ты что ненормальный где тут мама вокруг нас вот мы с вами примерно в таком же состоянии да где тут бог-то где бог-то ну вот так и спорим как эти два младенца находящиеся в утробе матери так что мы тоже с вами в утробе находимся божественной и мним себя что вот мы тут великие а там больше ничего нет вот надо из утробы выйти и посмотреть что там вокруг вот вы говорили значение слова да спасибо там любовь да а вот слово счастье как вы понимаете вот приставка вторая часть это быть своей частью да совместной может быть может быть да именно целостность я бы так сказать что вот и потому что человек счастье приобретает не для себя а когда он с кем-то вместе да то есть ну вы не можете быть счастливы от того что вы там что-то сделали но никто этого не видел никто не то есть здесь наверное и вот и соучастие и с частью этого единого целого с каждой вы как-то находите какие-то соотношения ну в общем это язык то конечно видите язык очень большое дело вот скажем ца это частичка ну как бы посмотрите там кры ша да ну кры это вода да в старославянском крыша да то есть нет воды кры цо крыльцо да тоже воды от воды скажем да кры ница кры ница то есть значит вода никуда не уйдет вот вы говорили воду кры ница а у нас боль ница да то есть не здрав ница а боль ница то есть мы называем именами такими что не дай бог но боль ница это что это место где больных, чтобы болезнь оттуда никуда не ушла, чтобы все время там болезнь была. Вот вам и русский язык. Поэтому русский язык, смотря как его развернуть и в какую сторону. Надо быть здравница. Когда мы называем вместо боль, мельца, здравница, тогда было бы другое дело. Другая была бы медицина. Но нам нужна медицина, на которой делаются деньги. А для этого, если больных не будет, то не будет денег. Поэтому нам нужна больница, а не здравница. Не дай бог, человек выздоровеет и все, знаете, ставит шедо. Она во время эпидемии, наверное, появилась чумной и для простого народа. Поэтому она не военно. Виктор Александрович, давайте уже... Спасибо большое! Спасибо большое! И хотелось бы встретиться с вами, когда уже купил, что сдастся. Кстати, женщина ушла, да? Потому что она говорила о какой-то отделу его.